всем привет с вами дарина и света и сегодня у нас мукбанг с окрошкой значит на влоговом канале моем есть рецепт с этой окрошкой как мы делали ее да ну это выложим и так значит давайте мы такие что-то голодные приступим у меня здесь нарезан хлеб рожаной русский хлебушек так что может с хлебом будем есть так значит и я буду есть даринка ну дарин давай не каша ладно она отворачивает мордочку ладно она уже побывала дарина ты будешь у нас с вас сам да я что с квасом не люблю поэтому я наоборот не с минералкой и с кефиром и так у нас уже крошка положила я ну с квасом еще более-менее ну а крошку летом мы всегда едим насчет окрошки туда летом вкусно хотела с сывороткой но как я уже говорила в логе днем с огнем у нас окрошку не сыщешь поэтому ой какую крошку сыворотку с кефирчик вкусняшка наверное будет что ничего не показалось что это не наверное а точно обычно у меня крошка всегда очень хорошо получается что я так много если соли вот мало не знаю где принесла соль до хватит наверное не знаю доливая еще можешь отдалить сметану мире у меня так как кефир я наверное сметану уже не буду ложить хотя добавлю я сметана еще к этому ко всему чуть-чуть не помешает не повредит как говорится а сметану то ложи держи со сметаной вкуснее будет без сметаны будешь редиска вкусная зубах классно хрустит да вот окрошка с редиской это вообще класс он тут мы положили на камень не слышно на микрофон до микрофон обязательно хлебушек будешь держи я тоже приступим до звук и звуки не слышны из то что камеры микрофона нету что сегодня что редиска все важно хрустит вкусняшка будем молчать до кушать наслаждаться только приготовленная крошка и рецепт сняли сразу же мог банк снимаем одновременно не часто одновременно что-то делаем когда у нас тренировка вместе да можем в одну ногу даже бежать до у нас уже последние деньки лета дождливые правда если считает его дней то осталось кстати мы согласны что лето вообще пролетает незаметно а зима так долго тянется тем более у нас на севере у нас никто лежит получается когда выпадает конце октября до лежит до больше конце октября то это он уже в апреле в середине апреля до нас даже мы бывают снег так что о чем тут говорить ну не такие не сугробы конечно ну там чуть-чуть но все равно бывает бывает блин кто-то знаешь знаешь типа снег выпало не радуются даже он растает а я ну возьмите у нас снега у нас его много у нас уже чувствуется предвестки вот это холодов может уже скоро заморозки будут кстати мы были поездки поездки и пропустили немножко вот грибной это сезон мы же обычно всегда грибы там же люди я бегал сегодня много людей старичек нас же очень много республики коми но в сахтавкаре грибов особенно белых грибов и мы каждый год ходим обычно уже в начале августа по полной и супы и жареные грибы и такие сякие сейчас в отпуске были пропустили пропустили грибы собрали но сейчас дожди у нас идут поэтому мы кстати на выходные можем съездить на проверку на наши любимые места грибные съездить и попробовать собрать потому что я так хочу жареные грибы с картошкой это вообще и сумочек а я не хочу я ненавидясь ходить загревая я всю жизнь это ненавидела потому что мы часами ходим а еще мошки комары кусать жесть да у нас там республики болото и у нас очень много комаров в лесу там зайдешь ну мы же ягоды собираем черники много бруснику собираем да вот идет северные ягоды у нас много морожка есть но мы-то не но я в детстве постоянно кушала морожку она очень полезная ягода только папа на новый год когда приносила только тогда пробовала 12 лет потом ярослава нам носила тетя ударила потому что это ягода очень полезная и вкусная вот детстве я постоянно кушала ее потому что папа собирал каждый год на болото они ходили ой и громко извиняюсь и еще северная ягода на болоте у нас клюква растет полезная очень вот но мы не собираем что на болото то не ходим если только знакомые нам немножко будут или купить можно вот так что если получится сходим за грибами и поснимаем там блок скорее всего потому что у нас такая природа хорошая у нас тут местечко то чаяк есть и там много белых грибов это лес боровиков именно насколько мы там белых грибов находили это где орленок да да там детский лагерь там дома частные да ну как бы дача у людей там ну кто то может он там лес хороший я не знаю но там там такой мог и деревья они не вот так вот они вот расставлены и там еще все видно из-за меня заросли как бы леса там деревья там да там как-то деревья так от друг друга там видно издалека да если получится съездить мы обязательно снимем это сто процентов кстати милку можно взять мы ее брали когда она котенком было в прошлом году мы туда ездили и брали и если получится можно ее в лес снова взять честно я не переношу погоду я согреваю из-за комаров из-за комаров и там ужасно а еще холдинка сейчас скажу с тренировки пришла кстати пробежала где-то 4 километра да но она после болезни только начинает она обычно больше бегает я по 10 до резко нельзя надо потихоньку это быстро слопала я еще тогда положу себе дать чуть между тайгой и смешанным лесом то есть у нас там есть и березы что у нас там еще и сосны больше конечно к тайге мы до мощь и сосны можно сказать много очень деревьев ели как бы ну понятно что границы там же не может вот полосу перешел ты уже там да да там четко вот такого нет конечно идет конечно и вот мы где-то в этом месте примерно вот эти вот леса конечно наши это огромный плюс у нас от республики помина буквально это для меня это практически единственный плюс вот хотя здесь и родилась но ну как тебя моя крошка хорошо получилось есть равно и не очень люблю окраску ну это конечно не моя любимая еда но так как мы едим редко ее почему бы и нет очень даже неплохо очень вкусно кстати под этим видео пишите как любите окружку кушать может вообще ничем не запиваю а просто как салат сметану положил и все вот и лайки обязательно ставьте все прощаемся всем пока